Восхищался достоинствами и принимал недостаток, который все поймет и просит. Безусловно, вы сегодня самые счастливые, вы нашли друг друга. Нашли для того, чтобы соединить свои судьбы в одну тюрьму и выбрать одну дорогу жизни. И в эту торжественную минуту перед государственной регистрацией заключения отрава прошу вас ответить. Является ли ваше решение вступить в брак взаимным и добровольным? Прошу ответить ваши, ваши предметы. По вашему взаимному согласию приглашаю вас оставить подписи в записи авто о заключении брак. Пожалуйста. Самое такое общее место, когда мы говорим о звездных карьерах, таких как ваша, это всегда вот то, что называется звездные болезни. Вы в себе отмечали когда-нибудь элементы звездности? То есть ловили себя на этом или нет? Или это не ваш случай? Я надеюсь, что это не мой случай. Иногда, вы знаете, иногда бывает такое ощущение, когда, например, к тебе подходит незнакомый человек, и ты, не поняв, может быть, его, там, как-то ты сам для себя думаешь, что, может быть, как-то неправильно я ему ответил. Но, по крайней мере, эти мысли преследуют. И каждый раз в общении с людьми ты пытаешься учиться на своих же каких-то ошибках и пытаешься модернизировать свое поведение. Я думаю, что мне это получается. Но, а какая может быть звездная болезнь? Нет, ну, когда люди узнают, когда, там, создаются, там, фан-клубы в социальных сетях, когда, вы же сами в одном из интервью рассказывали, что вам в личку, там, в Фейсбуке или, там, ВКонтакте пишут девушки каждый день с предложением встретиться. Это же для очень многих молодых людей, в общем, как бы, ну, мечта, когда, в общем, не ты охотник, а ты можешь заниматься селекцией. Поэтому здесь, кстати, если мы говорим про личную жизнь, я знаю, что вы не любите говорить на эту тему, я не буду вас расспрашивать на эту тему. Но ведь всегда есть элемент мифотворчества, когда либо человек создает миф, либо он создается. Я к тому, что все знают о загадочной подруге вашей жизни, которой вы со школы вместе, я не спрашиваю, кто это или что это. Я к другому подвожу. Как вы считаете, вообще должен ли человек вашей профессии, актер, создавать миф о себе и соответствовать этому мифу? Или поклонники имеют право знать о том, кто такой Саша Петров? Вы знаете, мне кажется, миф всегда будет создаваться, и это нормально. Ну, то есть какая-то легенда и какая-то загадка в артисте, она должна быть, и она будет так или иначе. То есть если человек интересен тысячам людей, если говорить про голливудских звезд, то это совершенно другие масштабы, миллионы. Если там выделять кого-то, то это тоже некие легенды, там, жизнь Киану Ривза, которая может себе позволить выйти в город и посидеть на лавочке или там поехать в метро. Он так живет, он так привык жить, у него нет особняка за 15 миллионов долларов где-то. Но это тоже как легенда, понимаете? Он так живет, но это тоже как легенда, про это начинают все говорить. Из этого тоже складывается огромное количество мифов и так далее. Поэтому, в принципе, это нормально. А это, я думаю, это неплохо, это хорошо. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.